Потребность предприятий ОПК региона на сегодняшний день полторы тысячи человек. Специалистов не хватает. Обеспечить кадрами помогают меры государственной поддержки работодателей. Вячеслав Горланов побывал в цехах одного из предприятий и узнал, как готовят инженеров-технологов и операторов станков. Икромедин почти год работает на оборонном заводе. Готовит детали из керамики для обжига. Бронеплитку применяет в составе изделий для защиты. Окончив школу, долго собирал мебель, но потом отец троих детей оказался неудел. Когда обратился в центр занятости, предложили работу на заводе. Прошел обучение, получил третий разряд. Около месяца чуть больше стажировочные дни были. Потом, ну и все, в принципе, всему научился. Быстро, вроде несложная работа для меня. И начал работать. График устраивает. Хороший, то, что побольше времени дома провожу с семьей. Да, и в целом, и зарплата, слава богу, на данный момент пока что хорошо меня устраивает. На заводе «Невский Рамикс» производят техническую керамику. Ее используют в электротехнической и электронной промышленности. Сейчас объемы производства увеличили, нарастили мощности, теперь набирают сотрудников. Не хватает операторов, станков с программным управлением и на участке обжига. Инженеров, технологов, рабочих специальностей. Всего 37 вакансий. За счет переобучения мы готовы закрывать все производственные участки. У нас есть система обучения. Соответственно, к нам может прийти любой желающий без образования, специального, главное, закончивший среднее, школьное. И мы уже на предприятии обучим профессии, дадим квалификацию. Ну и, соответственно, работник может уже работать спокойно. На предприятии оборонного комплекса Новосибирской области с начала года устроились почти 8 тысяч человек. Это стало возможно благодаря региональной программе по кадровому обеспечению предприятий ОПК. Прежде всего, это мероприятие, направленное на краткосрочное обучение соискателей. И реализуется еще программа обучения работников оборонно-промышленного комплекса под потребности работодателей. Для этого выстроен ресурс национального проекта «Демография» и наша региональная программа «Содействие занятости населения». Всего по программам краткосрочного обучения направлены были на обучение порядка 3,5 тысяч человек. Завершили обучение, сохранили занятость, либо нашли новое место работы порядка 374 человек. И Крамедин задумался о получении среднеспециального образования. Это тоже возможно в рамках целевой программы. В прошлом году на заводе обучили 5 человек. Вячеслав Горланов, Валерий Павлов. Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС.